Бригады скорой и медицинской помощи – люди, которые спасают жизни без перерыва на обед и сон. Эту профессию, пожалуй, можно назвать одной из самых сложных и ответственных среди всех медицинских специальностей. Необходимо не только хорошо знать теории, но и в совершенстве применять ее на практике. В симуляционном центре Казанского университета в конкурсе за звание «Лучших из лучших» поборолись 16 бригад. Было представлено три станции. В первых двух была сердечно-легочная реанимация, а в последнее оказание первой помощи при травмах. По словам заместителя главного врача по оперативной работе станции скорой и медицинской помощи Казани, в жюри конкурса выставляли баллы специалистам, опираясь исключительно на три критерия – качество, время и полнота оказания помощи пациенту. Что нас ждет на вызове, никто ничего не знает. И каждый фельдшер, каждый врач, который работает в скорой помощи, должен обладать определенными навыками. Это навыками и искусственной вентиляции легких, и непрямого массажа сердца, и обязательно пользоваться аппаратурой, которая находится в скорой помощи, то, что это самый дефибриллятор, аппарат ИВЛ. Плюс, если это травма, то обязательно оценить всю травму. Чем быстрее это сделают, тем лучше остановить кровотечение. Плюс к этому в кончайшие сроки. Плюс к этому нужно правильно его зашинировать и уложить на щит, чтобы правильно доставить стационар. Вот эти все этапы, все методики, они отрабатывают каждый день на своих станциях. А сегодня просто финальный конкурс, кто из них лучше. Конкурс включает два дня серьезных испытаний. Первый день – традиционное тестирование, которое специалисты скорой помощи успешно прошли и уже получили заслуженные баллы. Второй, по словам одной из участниц, самый волнующий. Он включал в себя симуляционные испытания. Было решено освежить знания и подготовиться до этапа проверки практических навыков. Мы смотрели видеоматериалы, то есть это именно нужно было посмотреть евростандарт. Понятное дело, что вот когда мы приходим на вызов, то мы можем, конечно, не так делать по алгоритму конкретно, потому что это, конечно, человеческий фактор. Но так вообще этими оборудованиями, которые вот здесь представлены, мы работаем, это все у нас есть. Несмотря на то, что участники спасали не настоящую человеческую жизнь, а работали с манекенами-тренажерами, имитирующими тело пациента, задача ничуть не была простой. Компетентные члены жюри, коллеги и руководство – то еще испытание. К слову, оценивали даже водители скорой медицинской помощи. Ну, в реальных условиях, мне кажется, даже попроще. Здесь столько судей и больше волнения. Оцениваю на хорошо, думаю, мы справились. Все-таки волновались, по пожеребьевке были первыми. Первыми всегда немножко сложнее. Заключительные этапы награждения пройдут уже 28 апреля. Организаторами конкурса было решено выделить несколько номинаций. Лучший водитель, лучший фельдшер и лучшая бригада скорой медицинской помощи. Победители будут награждены ценными призами. Карина Саяхова, Фарид Захетуглы, Универньюс.